Усадьба, остров Барский пруд, природой дивный мир украшен. Не дыром же творили тут Державин и Данила Кашин. В 13-й раз в усадьбе Гребнева состоялся ежегодный фестиваль, рожденный Гребневской землей, посвященный Даниле Кашину, поэту, композитору и музыканту. Он в 1770 году здесь родился крепостным, а в 1799 году был отпущен на волю и на долгие годы связал свою жизнь с московским университетом и концертной деятельностью. Коллеги будут играть произведения Данила Кашина, они будут петь произведения Данила Кашина. Это наш земляк, поэтому это еще одна жемчужина, которая пока еще неизвестна в больших, скажем так, кругах и сферах. Но наша самая важная задача – это сохранить и приумножить любителей его творчества и его музыки. Даниле Кашину на фестивале посвятили целое театрализованное представление, где он сначала получал вольную грамоту, а потом его здесь же, в усадьбе, принимали как самого дорогого гостя. Ансамбль распевы исполнил зажигательные русские народные песни. Гостей фестиваля великолепной музыкой порадовал Щелковский эстрадно-духовой оркестр. Сегодня прозвучала замечательная музыка, в основном музыка той эпохи. Старинные вальсы, старинные марши звучали. Но особо хотелось бы отметить произведение, написанное именно Кашиным, «Наступление союзных войск Париж». То есть это торжественная музыка, музыка ода, которая воспевает наших русских героев, наше отечество. Надо заметить, за последние годы усадьба Гребнева заметно преобразилась. Ее владелец Андрей Ковалев рассказал о дальнейших планах благоустройства территории. «Усадьба Гребнева – это фантастическая история. Это нереальной красоты природа. Кстати, вот та липовая аллея 1792 года, представляете, липом по 300 лет. В этом году дорожки, фонтаны, кресла красивые и прутик восстановим». На фестивале работали мастер-классы народного прикладного искусства. Можно было угоститься ароматным чаем со сладостями в литературном кафе. Для всех желающих сотрудники усадьбы провели экскурсию под названием «Гребневская тропа». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.